На этой неделе для детей с ограниченными возможностями здоровья была организована экскурсия по храмам Славинского района. Организовали поездку Управления по делам молодежи Славинский Свято-Успенский храм, Управление социальной защиты населения. В экскурсии поучаствовали и наши корреспонденты. Экскурсия проходила в рамках акции «Мой храм, моя душа», приуроченная к православному празднику Успения Пресвятой Богородицы. Дети с ограниченными возможностями здоровья вместе со своими родителями побывали в пяти храмах района. В каждом из них приходской священник провёл обзорно-экскурсионную лекцию, посвящённую своему приходу. Поездка началась с посещения Свято-Анастасиевского храма. На входе детей вместе с их родителями встретил отец Артемий. Он провёл обзорную экскурсию по храму, рассказал об истории его создания. Где мы с вами стоим? Это молитвенный зал, молитвенная часть, где непосредственно во время богослужения стоят верующие люди. Поездку организовали с целью приобщить детей с ограниченными возможностями здоровья к православной культуре. В каждом храме участники экскурсии поставили свечи, помолились. Это очень важно, чтобы детей приобщать к церкви, и чтобы те же дети, которые ходят в наш Успенский храм, чтобы для них не останавливались на одном храме. Чтобы они видели, есть и другие храмы, и другие батюшки, и чтобы как-то просто разнообразить их мировоззрение. Татьяна Кудревец вместе с дочерью Аленой очень рада, что приняли участие в экскурсии. Она признаётся, что посетить такое количество храмов самостоятельно было бы слишком сложно для них. А знакомство с храмом, знакомство с нашей историей, оно всегда было замечательно. Поэтому мы очень рады, что организовали для наших детей вот такую вот поездку, тем более по всем храмам. Не всегда у нас есть такая возможность попасть. У кого-то, может быть, транспорта нет, у кого-то. А здесь вот организовали с транспортом всё это замечательно, даже с питанием детей, потому что дети – это же наши особенные, самые любимые дети. Поэтому мы очень благодарны и хотели бы, чтобы как можно больше было вот таких вот поездок, вот таких вот встреч. Конечной точкой маршрута стал Свято-Успенский собор. Такая экскурсия была организована впервые и, как показала практика, приносит большую пользу его участникам. Подобные поездки будут организованы и в дальнейшем. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok